доброго времени суток приветствую вас всех на своем канале кто у меня новичок на канале меня зовут елена я не просто дорог я ведьма сегодня мне выпало познакомиться с сущностями очень интересными и неожиданными для меня я честно говорю что до сегодняшнего дня я не знала что такие сущности есть где-то в третьем часу ночи я стала засыпать не спалось чуть последнее время вообще долго не могу уснуть потому что понимаю что где-то что-то происходит вот и уже так начинаю засыпать и понимаю что я куда-то попадаю где круглый стол стоит и за этим столом сидят сущности что они делают не буду говорить чтобы до конца не разглашать тайну я спросила кто это потому что всегда знаю что нужно спросить они отвечают они сказали часовщики когда я спросила в чем их работа мне было объяснено что они скажи так выбирают душу которая из тех душ которые проданы были темным силам для того чтобы получить какую-то выгоду способности для кого-то может быть тоже жизнь продлить неважно в данном случае не важно главное были задействованы темные силы а вот и они из этих душ выбирают тех кому пришла расплата кто должен уплатить то есть тот должен умереть значит этот человек в ближайшее время умрет мы конечно с вами не знаем кто это и что это вот но вот такой вот интересный момент и меня так попросили что уходи тебе тут делать нельзя находиться здесь я ушла ну как бы вышла из этого астрала вот но все равно пошла информация есть утром я заглянула в интернет как я всегда это делал в таких случаях когда приходит какая-то информация потому что она же бывает не только у меня бывает еще у кого-то я нашла но в первую очередь я нашла что там фея ком и временем управляет есть люди которые управляют временем колдуны и ведьмы и так далее да это конечно вот иногда я сама людей по времени вот мы сможем иногда по времени передвигаем людей чтобы они избежали каких-то серьезных для себя опасных ситуаций но дальше мне шла информация о том что мы в принципе то временем в основном все управляем сейчас объясню как это происходит правда не знаю почему этих людей называют часовщиками не важно есть вот наша жизнь по которой мы с вами идем да такая тропинка или дорога не важно идиот как бы ты ну туннель временной с одной стороны и временной туннель с другой стороны здесь время ускоряется допустим а здесь замедляется и мы с вами топаем по жизни приходим в какую-то точку что-то у нас должно произойти не важно положительное или отрицательное вот и мы хотим чтобы вот думаем о том чтобы это событие либо как можно быстрее произошло до приятное либо как можно быстрее закончилось если оно неприятное и мы с вами попадаем вот в этот туннель временной где время ускоряется я например это заметила когда лежала в больницах ну по разным причинам например когда хрусталик меняла вот и пока ты лежишь казалось бы ты ничего не делаешь время должно идти медленно а у меня оно наоборот быстрее потому что мне некомфортно находиться в больнице я хочу быстрее домой вот потом что-то хорошее происходит и мы думаем о том что как бы это дольше протянулось и мы уходим вот в этот туннель то есть у нас вот такая жизнь то ускоряется то замедляется и есть один нюанс знаете когда выражение человек торопится жить вот он и за это хватается и за это он торопится машина у него крутая он куда-то летит на этой машине чтоб еще что-то успеть сделать и он думает что надо быстрее быстрее я ничего не успеваю техника у нас работает для того чтобы у нас было казалось бы больше времени но это вот это мы вот сюда уходим и если вот этот вот период затягивается мы соответственно приближаемся быстрее к ситуации когда наша жизнь закончится поэтому знаете как допустим какое-то событие должно произойти я говорю начинаете продавливать ускоряете не давите не нужно должно все произойти в то время то есть должно все созреть то есть энергетически ситуация должна сложиться вот тогда она сложится так как вы хотите в противном случае если вы давите то вы вот тут вот попадаете но мир который вот тут за находится за вашими туннелями он движется по своему по своему времени кто-то замедляется кто-то это само ускоряется и соответственно вот ваши события когда вот вы сюда влетели и гоните на со скоростью 200 км в час вот этот остальной мир за вами не успевает вы очень много в жизни пропускаете пропускайте возможности пропускайте людей и вот вы летите как пуля да вы где-то пробиваете там допустим вы идете по карьерной лестнице все быстрее и быстрее еще там ритуалов куча делаете чтобы ускориться у вас энергии хватает вот так лететь в пули вы пробиваете ситуации а вот но вот тут конец то будет гораздо быстрее понимаете не спешите жить и я вот теперь понимаю почему некоторые расклады особенно которые зависят от огромного количества людей по времени не совпадают потому что кто-то хочет сюда чтобы это все быстрее закончилось кто-то наоборот хочет эту ситуацию затянуть и вот вот так вот это все происходит ну на на линии СВО вот так мне в принципе объяснили вот но есть человек о котором я уже давно говорила что его пришло время расплаты его будильник если хотите или счетчик временной включом ему остается немного жить человек который обращался к определенным силам чтобы стать президентом страны я думаю вы понимаете о ком я говорю человек который по своему характеру по своему складу ума по своему предназначению не должен был быть президентом но он очень этого хотел и в результате практически уничтожил свою страну и продолжает это делать а вот ну может быть еще его использовали как игрушку каких-то своих играх а он этому обрадовался теперь Украина получает то что получает так что вот такие существуют сущности часовщики насчет людей ведьмаков и так далее я говорю именно свое понимание свое восприятие информации как я ее понимаю я ни с кем не собираюсь спорить а вот это довольно таки вообще сложный вопрос в плане времени поэтому можете что-то написать интересную какую-то информацию поделиться по этим сущностям по этим людям но не надо меня переучивать окей терпеть этого не могу когда приходит кто-то и учит поговорить с часовщиками сами лично вот тогда вы можете со мной поделиться информацией а не учить меня чему-то я учусь у своих учителей в частности например попав к часовщикам вот поэтому я говорю что вот людей называть часовщиками ну наверное это не очень корректно ну в принципе возможно но есть на самом деле сущности я думаю что это не только те которые я увидела есть наверное еще какие-то сущности которые связаны со временем и мне хочется просто вам всем пожелать что во-первых не торопите свое время живите дыша полной грудью не надо вкладывать всю энергию в то чтобы допустим занять какой-то где-то пост купить там крутую тачку за много миллионов это все хорошо я ни в коем разе не осуждаю но если вам это суждено вы к этому придете и еще очень важный момент не тратьте время впустую если вы не на работе и допустим у вас ну там свободное время допустим от приготовления еды занимайтесь своим духовным развитием что-нибудь изучаете даже просто вот энциклопедию да там природу где-то даже по в интернете ну какой-то получаете информацию наслаждайтесь насыщайтесь этой энергией единственное что ее слишком много тоже не нужно накапливать иначе она если не используется то она начинает вас давить развивайтесь духовно если вы верующий человек неважно к какой вы относитесь религии веры а вот занимайтесь какими-то духовными практиками это тоже хорошо но не рвитесь слишком высоко в тонкие планы в тонких планах не просто жить на самом деле а вы на данный момент все равно находитесь на земле должен должно быть духовное развитие должно быть но оно не должно таком все я ухожу вот в это направление иначе это может и крыша ехать и создать вам кучу проблем все должно быть в меру все должно быть комфортно все должно быть не спеша окей я надеюсь вы меня поняли хорошо если не поняли спрашивайте если что я тогда сниму еще видео по ответам на ваши вопросы но это было очень интересный опыт который я как говорится намотала себе на ус вот и буду дальше изучать если будет еще какая-то интересная информация я вам расскажу но наверное часовщики появились в моей жизни не случайно желаю вам всем всего хорошего развития духовного и физического благополучия духовного благополучия и прожить эту жизнь не спеша но разумно всего вам хорошего до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч